Перейдем к другим темам. Строительство перинатального центра в Якутске подходит к концу. Работы по возведению центра начались в конце 2014 года. Стоимость проекта составила более 3 миллиардов рублей. Центр рассчитан на 130 коек, а его поликлиника на 150 посещений в день. Сегодня сюда поступает новое медицинское оборудование, идет благоустройство территории, а также решаются кадровые вопросы. Появление центра положительно скажется на демографической ситуации в регионе и это несмотря на то, что сегодня Якутия является лидером на Дальнем Востоке по естественному приросту населения. А значит с появлением центра с еще большей уверенностью можно говорить, что ждать миллионного жителя республики осталось совсем немного. Подробнее о центре расскажет Марьяна Кутукова. Долгожданный малыш в семье Наумовых появился на свет на 35-й неделе беременности. По словам мамы, врачи перинатального центра в медцентре вернули мальчика с того света. Всего за 10 дней в отделении реанимации недоношенному ребенку была оказана лучшая медицинская помощь. Агафия Наумова, мама четверых детей, видела разные роддомы и как никто другой рада за будущих мам, которые поступят в новый перинатальный центр. Это очень же хорошо, потому что видите, все будет в одном здании получается, они будут делиться. Раньше еще прямо два роддома же было, первый, второй роддом и центр. А сейчас если перинатальный центр будет, там уже все в одном обобщенно, уже все и там и ребенка будет смотреть, и с женщинами будут заниматься получается. Я очень рада. Врачи уверены, с открытием перинатального центра вместе с новыми коллегами они смогут оказывать еще более качественную медицинскую помощь. Две с половиной тысячи примерно бывают родов в год. Из них четверть этих родов, как правило, недоношенные дети. То есть они рождаются с экстремально низкой массой тела, до килограмма. И, ну, в общем, преждевременные роды. Эти дети лежат достаточно долго на втором этапе выхаживания и требуют достаточно большого внимания многих специалистов. Открытие нового перинатального центра в республике позволит в первую очередь снизить младенческую смертность и предупреждать материнскую. Здесь на ранней стадии беременности будут выявляться пороки развития плода. Это скажется на увеличении количества выживших детей с пороками развития и уменьшит процент инвалидности среди недоношенных детей. Женщины из группы риска больше не будут рожать в центральных районных больницах. Сомнений не было, что женщина будет рожать в комфортных условиях и прежде всего под присмотром квалифицированных специалистов. То есть в любое время будет оказана реанимационная и иная помощь для этого новорожденного. И параллельно мы имеем сегодня дополнительное финансирование с федерального бюджета на санитарные перевозки. То есть для того, чтобы женщину сюда доставить, у нас сегодня параллельно и имеются финансовые средства. С открытием центра будет создано более 500 новых рабочих мест. К слову, подготовка и переподготовка персонала началась в 2014 году. Это прежде всего мы подготовили средний медицинский персонал и Якутский медицинский колледж сделал большую работу в этом направлении. Они индивидуально готовили ребят, которые пойдут именно для реанимации новорожденных. Именно готовили тех ребят, которые будут работать в перинатальном центре. Прием первых пациенток ожидается до конца этого года. Сейчас объект готов на 87%. В здании подано тепло, подводится водоснабжение. Поступившее медицинское оборудование готовят к установке. Сейчас мы находимся в святая святых перинатального центра. Этот просторный зал – будущее отделение реанимации новорожденных, где будут вынашивать недоношенных детей весом 500 грамм. К этим проводам будут подключены аппараты искусственной вентиляции легких. Снаружи работа тоже кипит. Идет благоустройство, укладка асфальта и озеленение территории. На объекте работают 270 человек в дневную смену и 40 – в ночную. На сегодня особых проблем нет. Задача состоит в ускорении производства работ в наружных, потому что у нас климатические условия не позволяют позднее 20 октября уже работать на улице. Мы должны завершить все работы снаружи, но и общестроительные работы также и внутри, потому что начиная с конца сентября будет массовая установка медицинского оборудования, их монтаж. Новый перинатальный центр станет настоящим новогодним подарком для якутян, особенно для семей, которые ожидают пополнения в ближайшем будущем. Марьяна Кутукова, Владимир Таюрский, Евгений Лугинов. Якутия. День за днем.